Горшки эти, думаю, божечки, как же хочется туда попасть в лоб, я очень рада, вообще. Как раз такое время, когда вроде бы уже все отцвело, еще осенние краски не набрали своего цвета, поэтому... Вот такие дамы по всему саду сидят, я люблю таких дам. Он такой весь скупора, потому что у людей культуры денег невыносит. Наташа, какого объема горшок, такие они и вырастут. У нас как-то это не очень развито, так смотришь, там, Питерцы, Латвия, у них вообще снимают же, ну, целые экскурсии. Питомники. Лишнее обрезаете, что-то пригибаете, криво сажаете и воспитываете свои маленькие бонсайды. Это волшебно! Все, я приеду домой, у меня столько идей будет! Потому что это сосульки, вода, снег и вообще стекло. Люблю во всех его проявлениях. Удрецов туда и спрашивают, ну-ка, мой сад совершенен. Ой, какая красота! Ай, какая красота! Привет, 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 привет! Какая дама нас встречает! Ой, приходите ко мне! А малышка заходит? Лорушка, пойдем! По остаточному принципу, Лорушка, ну иди сюда! Лорушка говорит, привет, привет, привет! Да-да-да, волк такой! Это вам медик! Спасибо большое! А это крупнолисная! Крупнолисная! Есть у меня и такие! Меня Алиса зовут! Лена! Татьяна! Ну, тогда было нищее время, что давали-то и брали, как говорится. Я сейчас немножко попутала с корнями, чтобы она немножко такая техногенность сбилась. Там очень вкусная вода. А, апельс, как красиво! Ирина! 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 Сейчас, по крайней мере, хотя бы устать уже можно! Вот! Ну, каждого... Да! Ирина! Снимают же, ну, целые экскурсии! У них это... Дело вообще налаженное! Ну, на самом деле, мне кажется, садоводы должны объединяться! А как брали? Должно подрывать! Надо вообще объединяться, чтобы было какое-то хотя бы горизонтальное сообщество? В питомнике! Лишнее обрезаете, что-то пригибаете, криво сажаете и воспитываете свой маленький бонсайн! Это вообще очень быстро делается, на самом деле! И не вымерзает! Я его не заношу, да! Домой! Вот он так, на скудных харчах, как говорится, всю зиму! Он, так как он на скудных харчах, он медленно растет! Но все равно я немножко что-то тут прищипываю, могу чуть-чуть удобрить! Ну, в принципе, такая бонсайна нравится! Ну, и хорошо вот эту ауру! Да! Лишанчик поселяется! Это все очень красиво! Потом посмотрела у японского одного дядьки, там же дорогие все бонсайи! И он показал! Вот берете самый захуделый! Такое зонирование, скажем так! И вот оно потихонечку осуществляется! Вы приехали как раз в такое время, когда вроде бы уже все отцвело! И еще осенние краски не набрали своего цвета! Поэтому, может быть, не так! Все равно сад хорош! Зонами! И, ну, думаю, интересно, как дальше в саду? Потому что кусочек люстры там висит, там стена где-то чуть-чуть! Вот эти вот штучки-дрюочки, все это мое! Ну, видите, мы птичек в клетках не держим! Собачек на цепи тоже! Агала! Ну, она обыкновенная, не затывает! Ну, вот не знаю, насколько у меня хватит, но это вот настоящая Агала! Потихонечку растет она в этом году! А зимой в доме нормально? Ну, конечно, да! Влажности хватает? Да! Ну, все, успеваю! У вас же есть что-то! То там уголочек сделаешь, а там что-то запустится! Я вообще, в принципе, наверное, мне нравится где-то и такой красивый сад ухоженный, но тем не менее мне нравится и дикий сад, поэтому я тем больше начинаю свой характер проявлять! Что-то приживается, что-то нет! Да, и ты хочешь поговорить, ты тоже хочешь поговорить! Скажи, сами болтаю, а там можно! У меня, на самом деле, очень мало времени! У меня горка, я что-то посадила, ткнула, а вот это вот, смотрите, елка, это Сан-Дерсбрю, они обычно очень маленькие карлики, но она уже за это время очень большая выросла! Участок для меня, я считаю, что это очень большое! Что-то где-то камни были, что-то привезли, но это условно, понятно, что это не настоящая альпийская горка, это так, скажем так... Да подождите! 5 копеек садовляю! Что-то уходит, что-то приходит, но еще пока достаточно, у меня, по-моему, куста 167 растет на участке! Ну я уже, скажем так, не по нотею это пройденный этап, а отобряла, некогда мне было этим заниматься, но я уже давно отказалась! Боже, как это можно было придумать! От рост давно отказались? От удобрений! От удобрений! Я удобряю только какие-то молодые покажи! Какая прелесть! Тихо! Я поспал лев! Так быть! Но мне подсуток две руки и работа основная! Клижу! У меня тоже успеха! Клиж! Да они тоже успеха! У нас тут все то-то с кухонным обеспечивают! Потому что они лук... Какой здоровый! Вы так засматриваете, что мне прям страшно. Потихоньку их тоже растаскиваем, исканки всякие. Параллельно у меня есть работа. И художник. Я получила вторую профессию. Ну как, я ее сама не получала, образование не получала. Но все программы освоила. Я ландшафты людям тоже делаю. Лорушка, ты такая громкая. Можно посидеть, пить чашечку кольца. Лорушка, ну ты очень громкая, что ты сегодня такая разговорчивая. Много вещей у меня с купора. Вот дорогие, как бы готовые, я не могу покупать. Поэтому очень много вещей с купора. У меня и дом такой весь с купора. Потому что у людей культуры денег немного. А что, в этом поле у нас тоже, мы все это тоже любим. Очень даже. Я, наверное, года два привыкала, что это мое. И я имею право тут что-то делать. После общежитий, вахтеров и так далее. Я думала, ну как, мне ж никто не разрешит здесь что-то делать. И я потом раззадорилась. Я землю очень люблю. Мне доставляет удовольствие в ней возиться. Мне кажется, любой человек гармонизируется, когда он землей лечит. Да, земля лечит. Она дает силы. А вот это кожа. Это комната. Я тоже дома. Но я их дома оставляю, потому что потом надо обрабатывать все. И я их вот на это налито выношу. Потом они могут перерастать. Я листики опять обрываю, опять сажаю. И мне они почему-то нравятся. Их и верить. Ой, Елена, давай вместе сфотографируемся. И вы заходите к нам в гости. Все, так, раз, два. Так, я сейчас только свою вот так опущу. И там вытянусь. Все, мы вместе сняты. Чудесно. Отлично. Красота. Стоит нам много работы хорошей. Так что пылесос, Сема пылесос. Сема пылесос. Есть разные сорта. Вот таких вот маленьких, не помню. Она такая объемная. Да, пара шестерсорта. Мамы большая. Она такая растушная. Скоро она будет золотая-золотая. Красивая-красивая. За рамки тут усковрали. Вы так быстро уходите от нас. Все со снегом. Потому что это сосульки, вода, снег и вообще стекло. Люблю во всех его проявлениях. На место посидеть. Не, не все у меня. Аккуратно мне не сможет. Дрецов туда и спрашивает. Ну как, мой сад совершенен. И все, о, совершенство, совершенство. Только один мудрец сказал. Нет, он не совершенен. И император спрашивает. А почему же он не совершенен? Что надо сделать? И старый мудрец приносит охапку листьев. Бросает в чистый сад. И сказал. А теперь он совершенен. Так что природа и ее где-то буйства, неправильности, мне кажется, они обогащают сад. Поэтому у меня тут такое соединение и природного, и где-то регулярного. Ну, как-то я так вкрапляю. И я не морозную. Он индивидуальный. Он такой, какой вы видите. Да, потихонечку слагается. Я бы не сказала, что у меня сразу был план в голове. Что-то раззадоривалось, как-то появлялись. Снег открывает потихоньку землю. Ну, мне нравится такая работа. Она абстрактная. Да, от этой стрелочки падает синий. Она соответствует действительности. Ну, я их еще апгрейдю. Ой, какая ты сегодня. Рада, рада, что к нам. Ой, девочки, вот это я сама отливала, вкладывала. Потому что Алексею было некогда. А мне свербело. Я в тазу мешала. Семян, все. Мне очень все хотелось. Скорее, скорее хотелось. Посмотри, какая катательная. Она из Одесского бодонического сада когда-то. И семян вырастила. Но у меня еще дерево само. Ну, сколько? Вот это четыре, наверное. Мне ее же надо кронировать. Я ее что-то как-то запустила. Но она в этом году не очень хорошая. Потому что было вот эти вот 3 июня заморские. И она обновлялась потом из почвы. Сибирь, да? Такой уютненький, уютненький. Мы здесь все отдыхаем. Ну, все равно что-то недоделано, что-то может в кадр не очень красивая влезь. Вот там у нас еще что-то делается. Я стараюсь, пойду прикрой, а то там некрасивее что-нибудь видно будет. Если кому-то надо катальку, можете взять. Посмотрите, сколько у меня ее насеялось. Кокот, он пошел ниже прививки. И он зеленый. А вот этот вверху, он желтый. Вот она сеется вот из этих вот анилущих. Вот анилущих из прошлогодних. Семена. У тебя еще пополома. А так их дофига. Такие мелкие сережки эти. Я привезла сережки эти, семена высадила. Она взошла у меня. Боже, сколько счастья было. Думаю, боже, мы сантиметров быть. У нас, как в Украине, может и не достигнуть, я имею в виду. Ну, в южных, это же южное все-таки дерево. Ну, я считаю, все равно. У нас стали продавать. Я когда получила. Хочешь, пали же. Короче, уже вот эта колючка. Надоело, избавлюсь от себя. Но она в этом году прям говорит, нет, нет, нет. Только выпустила этих самых кокотов таких. И прекрасно сейчас будет уже по второму разу цвести. Яблоньки нам достались наследство. Это летние яблоки. И был один раз в руках с этим углом, но у меня на все не хватает. Расскажите про эту даму. Я еще студентом был. Она гипсовая. Гипс, конечно, не стоит на улице, но мы каждый раз ее подновляем, обрабатываем гидрофабизатором. Ну, как-то следим за ней, скажем так. Поэтому она еще жива. Ага, живешь? Ну, это неправильно. Гипс не стоит. Сейчас, правда, говорят, что появился какой-то такой более современный материал. Ну, мне все кажется. Ну, мне все кажется. Вот вот. Тоже с вами руками. Я помню этот фонтанчик. Мне просто водопады не нужны будут, а вот тихие эти самые капельки. Нравится, да. Старайтесь. Старайтесь. Надь. Вот, спокойно, сделай. Тебе у статуи слагаются. Ну, почти дешево. Это так трудоемко. Надо, чтобы дорого стоило. Так я то верхушечку куплю, то низку куплю какой-нибудь поломанный. Соберу что-нибудь. А где будет висеть? Будет висеть. Самое лишь именно из тривиальные, которые в городе стояли бетонные. Просто, когда оно на пьедестале и гармоничное как бы по пропорциям, оно смотрится, что типа, ой, старинно хорошо. Я специально даже просила, не красиво, чтобы селился мох. Ну, вот такой, корявенько, чтобы было. Тогда оно быстрее старинный вид приобретет. Все. Зал для церемонии. Это, в принципе, в четыре руки и делается. Никаких у нас наемных работников. Нет, просто детьми. Верешками. И везде огоньки. Да. Ну, тебе не гряд надо их чинить, а там где-то везде гряд. Какая прелесть. Ну, здесь у меня уже в салон буру, почему-то писать вилорозу. А она дает такой мощный вот эти ростки. Сложили такие старинные ступеньки. Так, тут у меня тоже надо прибраться. У меня Ливана есть? Ну, мне нравится. Ну, у меня земля. Ну, вот у тебя что-то... Видите, сныть вообще меня просто одолевает. Я маленькая какая-то. У меня тоже земля. Я там, будем, а где-то не подложила. Семен домик. Ну, у меня не было с чего. Они мне там СМ домашний привезли. Смотрите, как красиво. У нас такая хозяйка красивая. Я такой не видела еще. Ну, видите, как хорошо, что вы ко мне приехали в гости. Потому что, на самом деле, своих, как сказать... Сейчас пойду, наверное, еще кипяточка закипячу. А-а-а, как красиво. А стиль, а как вы домой зимой? Да, да. Три писались. Вот такая волшебство. А-а-а-а, мы тут с Еленой вдвоем просто восхищаемся и наслаждаемся. Чай каждому гостю. Ты думаешь, тебе сюда тоже... А-а-а, это волшебно. А-а-а-а, если я приеду домой, у меня столько идей будет. Столешница-комфорт. Я ничего не покупаю. А-а-а, это желе можно кушать. А-а-а, какая прелесть. Вот эти хили, они сильно растут. Ну, а, ой, все домашние. О, на самом деле, сколько, Наташ, какого объема горшот, такие они вырастут. Смотрите, смотрите, смотрите. Молепатники, они будут... Вот, большие попасти. Вот такие дамы по всему саду сидят. Я люблю таких дам. И на закате тут дамы... Что она делает интересной, эта дама? Не скажем. Слушай, Кресик, а не... Сюда вот меня поймете? Конечно. А, вот, кстати, вот начинают огонечки зажигаться. Шикарно. И тоже стулью, кстати, на кухаре купила одну. Надо же как-то людей посадить. И что-то тут вещать. Тоже остаток от мустры. Елена, как ваши впечатления? Я просто в восторге. Чудесный сад. Чудесная хозяйка. Обязательно приезжайте в разное время года. Конечно, он по-разному смотрится. Весной тоже красивый. И осень сейчас зажжется. Я просто не знала, можно ли там разрешить. Приконечные движения. А хотя может и так смыть. Ну, короче, в какой-то. Опа, она погасла. Это она говорит до свидания. До новых встреч, друзья. Куплю фонарик. Какая красная. Год был вообще фиерия. Роз была просто сейчас. Они немножко так... Ну, на самом деле, мне кажется, садоводы должны объединяться. Там вытянется. Все мы вместе смотрим. Очень интересно. Очень интересно. Продолжение следует...